Этот выпуск мы также посвящаем Кожабергену Жерао, его героическим подвигу и его творчеству. Сегодня мы изучаем его в рамках такого предмета, как Кожабергена «Ведение». И действительно, его личность очень многогранна. И сегодня нам предстоит еще многое о нем узнать. Очень жаль, что сохранилось не так много его произведений и сведений о нем. Но вот в частности о том, насколько он важен, говорил сам Бауржан Мамашола. И вот он в частности в своих воспоминаниях писал о том, что его бабушка наизусть знала достанку Жабергена Жерао. И он такой был военный, и она рассказывала ему в детстве. И он говорит, что не один Акрым до него не упоминал границы и территорию казахов. И именно Кожаберген сделал это. И вообще он внес большой вклад даже в историю казахов, потому что исторические факты там упоминает. И не зря его в юном возрасте главы казахских родов вместе с Тауке ханом на Белой Кашме подняли и сделали главнокомандующим всеми войсками. И тогда он принес клятву. И о его патриотизме можно судить по вот этим словам, которые он записал. Если не стану ордобасы вожаком, к чему мне грозные доспехи, не управлять ни скакуном, коль не смогу достойно встретить врага. Не стоит воздух сотрясать призывами на поле брани, коль не сумею держать тугое знамя над родами. Тогда заброшу это ремесло, что сделало меня батыром, чтобы забвенье унесло мое несбывшееся имя. Клянусь, победами чело покрою, со слабостями незнаком, век не носить мне шлем героя, если не стану вожаком. Он сдержал свое слово и заслужил большое уважение, восхищение народа. И вошел в нашу историю и в наших сердцах останется. И вот значение, вот сегодня обязательное изучение и вот к трудам всех этих великих людей, мы должны относиться очень робко и очень осторожно и также глубоко. Почему? Потому что переписывая многие истории, переписывая, ведь же смотрите, есть же переписчик, есть, скажем, сказитель, который первый, но есть переписчики и которые, скажем, даже те, скажем, ахыны, которые вот это достанно передавали, но случалось так, что этот ахын добавлял свое. Своё понимание. Да. И вот поэтому мы всегда должны это смотреть с научной точки зрения. И каждый факт проверять. Конечно, связывать с временем, связывать с светлокультурой, связывать с теми историческими личностями, связывать с теми погодными даже условиями тогда, что было не было. Это очень требует большого труда. Поэтому в любом случае кожаберген остается великой личностью для не только, скажем, Северного Казахстана. А вот что за споры идут в интернете, что есть два кожабергена? Это не споры, это правда. Да, существует два кожабергена. Поймите, между двумя кожабергенами, если просто взять расстояние, это 3000 километров. Хожаберген есть Кошебе Ашамайл Хожаберген, а есть Адак Хожаберген. Смотрите, вот Ашамайл Кирей, они живут на нашем вот, в Северном Казахстане, там, Кустанай, Кокшетау, Ахмала, Павлодарская область и так далее. А Адак Киреи живут. Это Восточный Казахстан, это Китай, это Монголия. И вот среди них, между прочим, они первым приняли этот удар. И среди них тоже вышел Хожаберген. Это другой, бегдовлет, это другой Хожаберген. Да, есть сегодня, например, данные про него с Баен-Ульгой, которую я связываю с историками. Оказывается, там по сей день сохранили знамя его, сохранили, наконец, копья. И оно сейчас, вот, потомки его держат, они особо его не выставляют, потому что предками было сказано, ну, как бы, понятие такое, это символы войны, их нельзя выказывать. Ну, это такие суеверные, может, понятия, но где-то имеет, наверное, смысл. Поэтому мы сегодня должны, да, есть Хожаберген Абах, Хожаберген, есть Хожаберген Толубавилы, это наш. Сподвижник Толиби. Вообще, вот, например, сам, вот, то, что он учился в Бухаре, то, что он был в Стамарканде, это о чем говорит, что он был связан, да. И Айтике би, и Толю би, и Хазбек би. И даже он в своих произведениях говорит о том, что, ведь, смотрите, во времена, скажем, становления Толю би, скажем, Хожаберген, Хожаберген был уже старый. Понимаете? А Хожаберген участвовал в написании Жет-Жарга. Вы же поймите, что Жет-Жарга писал не один человек. То есть он не был молодым, как некоторые говорят. Нет. И участвовал он в написании этого великого документа, это конституция степей. По Жет-Жарга. Мы сегодня говорим, Жет-Жарга только осматриваем для казахов, ничего подобного. Оказывается, вот этот Жет-Жаргок был частью, и монголы придерживались, и буряты, и все степные народы оттуда взяли. Жет-Жарга, это великие законы. Святые законы степей. Да, да, да. Поэтому мы должны еще вот говорить об этом. Мы забываем еще один факт, вот, например, то, что Аблайхан начал строить города. Вот сейчас исторический память, вот у меня историография, об этом очень особо не говорят. Мелком, да. Мелком там есть. А ведь, смотрите, построенный город Аблайхан был разрушен сыном Казбек-Бия, Бек-Пулат. Понимаете? И вот одним из таких людей, которые сподвижниками именно строения городов, был в Хожеверге так же. И вот поймите, что почему именно Петропавловск? Вот Аблайханский дом, скажем, Аблайхан дом, ставка Аблайхана. Ведь же Аблайхан-то просил не здесь ставить ставку. Аблайхан спросил ставку ставить из Керри. Это Тюменская область, где Тобольск, за Тобольск, туда. А это ставка хана Кучуна. Потому что Аблай является предком. Как бы повторение, у него великие мысли были поднять, как бы возобновить сибирское ханство, вот эту всю территорию, вновь собрать. Амбициозные планы. Ну, любой человек хочет быть, любой солдат хочет быть генералом. Поэтому здесь значимость Кожабергена быть именно сподвижником Аблайхана, Талкехана. Это очень большую роль тогда в свое время сыграло. Такой момент хотела у вас уточнить, как у эксперта, у человека, который можно мнению доверять. Сейчас ведется речь о том, что один из потомков, все газосферы знаменитые, что он захоронен на озере Дос. А также есть по Мазар, где Кожабергена, и там указано, что родовое кладбище, и там тоже указано его имя, что он там похоронен. Это вот с одной стороны и хорошо, что интеллектуальное исследование проводится, и сейчас пытаются найти, доказать. Ну, ваше мнение на этот счет, и к чему склоняетесь? Вы знаете, действительно, когда вопрос возник по поводу захоронения Сигесира, мы изначально начали изучать тоже жизнь Сигесира, где он, что о нем известно на основе документальных данных. Потому что все-таки это с середины XIX века, не XVII, не XVIII, но ближе к этому. Были сведения о том, что он обучался в военном училище в Омске. Но пока по нашим данным, по нашим исследованиям, и по тем документам, которые мы, копии получили из Омского исторического архива, пока подтверждений не нашли по обучению Сигесире или, как мы говорим, Шахшаков, Ханапия, о нем пока сведений нет. Мы делали запросы в другие российские архивы, Екатеринбург, делали в Оренбург, пока тоже положительного ответа не получили. Поэтому эта работа продолжается, и мы думаем, что конкретно мы найдем ответ на этот вопрос. Но по поводу захоронения, действительно казахи хоронили зират, это родовое кладбище, где хоронили своих детей, внуков и так далее. И я склоняюсь к мысли о том, что первоначально, когда установили мазар, в 2017 году этот мазар в рамках программы «Сакральный Казахстан» пошел в общенациональную сакральную карту. Там находится эскелеф всех потомков Толубайсенша или Хожеберген-Жрау. А те данные, которые сейчас по поводу недалеко от озера Удос захоронений, я бы сказала, что нужно еще изучить этот вопрос. И мы на заседании по памятникам этот вопрос на изучение поставили, тоже делали запрос. Но хотела бы сказать вот о чем. Наши краеведы, это Муканов, Кайрула, Социал Жумабаев, они выезжали в Омск, в Астану, в архивы Республиканской, в Алма-Ату, организовали экспедицию, искали тоже моменты, документальные подтверждения об этом. Были они и на этом месте ДОС, но заключение о том, что действительно это захоронение Сигесиры, они не дали. Поэтому я считаю, что они провели очень большую работу исследовательскую. И больше мы изучаем на основе их данных те или иные моменты истории края. Поэтому я пока склоняюсь к той мысли, что все-таки это семейный мазар, семейное кладбище Кожа-Бергенжера, это место, где лежат останки всех родов Кожа-Бергенжера. Кожа-Бергенжера Кожа-Бергенжера